Уважаемые территории, настоящее собрание создано по инициативе Временного Управляющего ГУСОРТЕКОМИТРИЗАЦИЯ Баскакова Александра Александровича и производится в соответствии с нормами Федерального Законодательства Несосредственности банкротстве в отношении государственного монетарного предприятия Саратовское областное бюро технической интеллизации и оценки недвижимости была видна процедура наблюдения Временным Управляющим ГУСОРТЕКОМИТРИЗАЦИЯ САОМИТРИЗАЦИЯ В ходе регистрации участников собрания территорий зарегистрировано 69,47% от общего количества территорий Собрание объявляется открытым Приступаем к первому вопросу поиска дня Отчет времени Управляющего ГУСОРТЕКОМИТРИЗАЦИЯ В отношении ГУСОРТЕКОМИТРИЗАЦИЯ введена процедура наблюдения В ходе осуществления наблюдения были осуществлены необходимые запросы и получены ответы регистрирующих органов о наличии у предприятия имущества Поскольку в ходе проведения процедура наблюдения выполняется также анализ у нас в состоянии блажняка Целью которой является обоснование возможности и невозможности восстановления платежеспособности должника и определение достаточности денежных средств для проведения следующей процедуры банку В ходе наблюдения в должника были списаны со счета денежных средств в двух банках Временном управляющем было направлено заявление о признании данных с писаниями и законами В настоящий момент эти заявления пока не рассмотрены Было рассмотрено 13 требований к ритуру Возражения заявлялись со стороны временем управляющего только в отношении принятий Суд принял сведения 13 требований к ритуру Были признаны обоснованными И включено резко 3 требований к ритуру Суммы требований 11 миллионов 129 тысяч 840 рублей 38 рублей Инвентаризация должника в период наблюдения не проводилась Вместе с тем, что у должника были представлены документы Следствующие о наличии недвижимого имущества Недвижимого имущества автомобиля транспортного средства Дания помещения Были проведены временем управляющим Было составлено заключение О наличии и отсутствии признаков Эффективного или преднамерного банку Основные договоры Которые сделал временем управляющий Исходя из анализов Состояния должника Должник обладает достаточным имуществом И прочими активами Для покрытия судебных расходов И расходов на выплату вознаграждения На процедуре наблюдения И расходов за выплату вознаграждения На процедуре внешнего управления Пункт 9.2 Вывод о целесообразности введения Соответствующей процедуры вопроса Финансовый анализ ГУПСА Технологизация Позволил сделать вывод о том, что Целесообразно введение процедуры Внешнего управления Александр, а можно вопрос? Александр Александрович Я представитель кредитора Общицы с ограниченной ответственностью Фирмы Скажите мне, пожалуйста Как мы понимаем, по первым вопросам Мы не голосуем Поскольку данный отчет Меня интересуют ваши выводы Сделанные на основании данного отчета И финансо-экономическое состояние Должника Опять-таки Почему вы пришли именно к выводу О том, что необходимо Введение внешнего управления Почему? Вот мы предварительно Ознакомились с финансо-экономическим Состоянием Должника И как мы видим, что Все показатели Практически все показатели Это как оборотные активы Необоротные активы Эта кривая Глизится к нулю Собственно говоря Ситуация экономического предприятия Ухудшается Можно сказать И с каждым годом И с каждым месяцем И так далее И более того Вы сказали, что Собственно говоря Единственный аргумент Наверное, который Имеет место быть О том, что у предприятия Имеются лицензии Но опять-таки Если мы посмотрим В совокупности Отвалу объема Выручки предприятия Что они сделали Какой объем Собственно говоря Доходов по этим лицензиям Какая прибыль была получена Предприятия И есть ли Собственно говоря Основания Именно экономические показатели Того, что Предложенные вами В следующей процедуре На спуске наблюдения Состояние Состояние предприятия Скажем так Оздоровится Именно Оно улучшится Почему? Потому что Как мы видим За все время Первой процедуры Наблюдения Этого не произошло Собственно говоря И мы видим, что Ситуация ухудшается Каждым днем По большому счету Если можно Как-то Именно с конкретными Показателями С конкретными цифрами Возле Здесь присутствует Руководитель должника Потому что Я Исходя из того, что Мне показали То есть Анализ у нас Состояние должника Я думаю, вам еще не получен Вы сейчас только его запросили Но он будет вам представлен Исходя из этой графики Можно сделать, что Должник обладает активными Необходимыми Руководитель должника Боря Ларина Александрович Прошу вас Поясните Почему Целесообразно Введение внешнего управления С точки зрения Должника С точки зрения Должника Я считаю, что Те активы, которые есть Сейчас у предприятия Которые За последние годы Не могли Быть введены В оборот Допустим Недвижимость Которая у нас на балансе Да Земельные участки Которые на балансе Которые Вполне Можно реализовать И направить На погашение Той же кредиторской задолженности И так далее Пополнить Оборотные средства Вот этой возможности У нас не было В рамках процедуры Внешнего управления Эта возможность появится Вот на этом основана Так скажем Оптимизм Внешнего управления Оптимизм Это хорошо А какие конкретные Объекты недвижимости Вы планируете продать? Я так понимаю Земельные участки Милинг 17 Азина 10 Ровная Дергачи Ну У нас по Там Красный Кут Питерка Везде Где у нас Были филиалы И сейчас Мы Потихоньку От нерентабельных Филиалов Отказались Скажите И так далее И так далее Соответственно Затраты На то Чтобы Затраты Которые Можно купить Справками Физические Которые выдают Физическим лицам Они Составляют Ну процентов 30 От всего Объема работы По Плюс Плюс Содержание Объемами Общая Заявлено Но Есть Текущая Задолженность Которую То есть У нас Вторым вопросом Поиски дня Состоит Определение Последующей Процедуры Банкротства Время управляющим Предложены Следующие Формулировки Первое Формулировка Обратиться В администрацию Саратовской области Сходаться Об признании ГУПСА Банкротом Второе Принять решение О введении В отношении ГУПСА Банкротом Финансовое здравление И об обращении Арбитражный суд Саратовской области Соответствующим Кадастом Третий вариант Принять решение О введении В отношении ГУПСА Техникализации Однешнего управления Сроком 18 месяцев И об обращении Арбитражный суд Саратовской области Соответствующим Кадастом И четвертое Принять решение О заключении Мирового соглашения Уважаемые педоры Прошу вас проголосовать По второму вопросу Поиски дня Объявляются результаты Голосования По второму вопросу Поиски дня В собрании Единогласно Принято решение Об введении Процедуры Конкурсного производства В отношении предприятия Об обращении Арбитражный суд Саратовской области Соответствующим Кадастом Оглашаются результаты Голосования По седьмому вопросу По второму вопросу В собрании Принято решение Не избирать Представителя Восьмой вопрос Выбор Арбитражного управляющего Или Самой юной Организации Из членов которой Арбитражный суд Утверждает Арбитражного управляющего Бюллетени у вас на руках Прошу Проголосовать По данному вопросу Поиски дня Уважаемые культуры Объявляются результаты Голосования По Восьмому вопросу Поиски дня Кинято решение Избрать Арбитражного управляющего Поиски дня Члена Ассоциации Суровым Единогласно Десятый вопрос Выбор Действия В связи с тем, что небольшое количество Крикторов Выговорят Возложить обязанности На арбитражного управляющего По данному вопросу Возглашаются результаты Голосования По десятому вопросу В поиски дня Возложить обязанности В поведении действия Темных директоров На арбитражном управляющем Гременный управляющий Благодарит Криктору за участие В подании Криктору В связи с отсутствием Дополнительных вопросов То есть День объявляется Собрание Собрание Спасибо за участие До свидания На данном собрании Единогласно Всеми кредиторами Было принято решение О ведении Следующей процедуры В рамках Федерального законодательства Банкротства Именно Введение конкурсного Производства В отношении должника Кратко поясню Почему Была введена Данная процедура В частности Руководителем Должника И главным бухгалтером Было озвучено Что общая сумма Долгов предприятия Составляет более 105 миллионов рублей Таким образом Исходя из анализа Финансового состояния Должника Единственным По нашему мнению По мнению всех кредиторов Выходом Является именно Конкурсное производство Фактически У предприятия Отсутствуют Какие-либо Постоянные доходы Почему? Ну в частности Господин Буров Генеральный директор ГУП Технотизации Пояснил Что он планирует В рамках следующей процедуры Уже продавать Объекты Незвижимости В частности Были поименованы Здания и земельные участки Которые расположены Как в городе Саратове Так и на территории Саратовской области Поскольку ранее Как правило В каждом муниципальном образовании У предприятия имелся филиал Соответственно там Оставились эти помещения Как уже сказал Александр Александрович Баскаков Орбитажный управляющий Кредиторы уже Были обмануты В данном случае Вот в осматриваем случае Мой доверитель Это небольшая семейная фирма На самом деле Там размер задолженности Составляет порядка 370 тысяч рублей Ну в данном случае Во-первых им не заплатили В 2016 году Потом далее Было заключено Мировое соглашение Которое опять таки В 2017 году До сих пор не исполнено Таким образом Моего доверителя Фактически обманули дважды И сумма Несмотря на то Что кому-то она может показаться Небольшой 370 тысяч рублей Но для небольшой Семейной фирмы Для микропредприятий Она является значительной Поэтому мы вынуждены Были обратиться уже С заявлением о включении В реестр кредиторов В рамках настоящего дела